Всем привет! Я Ритма Радова и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим про самую трендовую обувь этой весны 2023 года. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. И также у меня есть несколько новостей. Первая новость это то, что я, во-первых, открыла свой TikTok на английском языке. Переходите, подписывайтесь по ссылке в описании под этим видео. Там очень много уникальных советов. Там ежедневные луки, которые я снимаю, поясняю, как я стилизую те или иные вещи. Это уникальный контент, которого не будет ни в моем Инстаграме, ни в Ютьюбе, нигде. Поэтому очень советую подписаться, если вы в таком варианте материала про стиль заинтересованы. И, как всегда, вплоть до конца войны России на территории Украины. В описании под этим видео будут ссылки для того, чтобы узнать реальные новости о том, что здесь происходит на самом деле. И также будут ссылки на помощь как вооруженным силам Украины, точно так же беженцам и пострадавшим от агрессии России на территории Украины. Так что это будет вплоть до конца всех этих событий. Кого это раздражает, мне абсолютно все равно. Можете спокойно отписываться. Я до сих пор, кстати, удивляюсь, почему кто-то еще остается и просматривает эти видео. Те, кто имеет отличное от моего мнения о том, что происходит на территории Украины. И то, что Россия страна-агрессор. И то, что Россия начала войну. Если вы до сих пор смотрите мое видео, можете прямо сейчас отписываться. Я не то, что не изменю свое мнение. Я буду еще дальше и более агрессивно об этом рассказывать. Поэтому советую отписаться прямо сейчас, чтобы не раздражать тебя лишний раз. Разве что вы мазохисты, но тогда продолжайте. А мы с вами поговорим об очень интересной теме. Мы вообще открываем, еще в предыдущем видео открыли тему того, что актуально в этой весне. И очень много новых, свежих, классных трендов. И первый из трендов по обуви, это классические такие сапоги до колена в стиле 90-х. Если вы помните Рэйчел в сериале «Друзья», вот это ее сапоги. Главный отличный момент у них тот, что они облегают в ощи колотки немного. И они, в принципе, достаточно плотные и хорошо сидят по ноге. То есть, это не сапоги труба, это не сапоги слаучи такие, которые берутся комочками. Это классические сапоги из 90-х, чаще всего с квадратным устойчивым каблуком и чаще всего с квадратным слегка удлиненным носком. Очень классно смотрятся с теми же юбками в стиле 90-х до середины или чуть ниже колена, с юбками Макси. И, конечно же, с юбками мини немножечко Ченнелит 60-е. Очень красивые, очень жестственные, сейчас представленные практически во всех ценовых сегментах, так что сильно советую. Следующий тренд у нас это ботильонная сетка, причем специфическая сетка, которую я сейчас покажу на экране. И сочетать ее тоже нужно специфически, безусловно, это не тренд на каждый день. Это исключительно изделия на определенные мероприятия. Может быть, вы блогер начинающий, ездите на недели моды, хотите показаться на стритстайле. Если вы стилист и хотите экспериментировать с какими-то элементами гардероба и фактуры, добавлять в вопрос, вот вам, пожалуйста, вариант. Безусловно, это самый экспериментальный вариант из всех трендов, поэтому тут уже с долей иронии к нему стоит относиться. Следующий тренд, о котором мы поговорим, это остроносы Мэри Джейн. Вытянутый острый носок будут очень красиво смотреться, в том числе с носком, даже, может быть, слегка удлиненным белым или цветным. Классно будут смотреться в сочетании с какими-то юбками плессированными или платьями с плессированным подолом, с юбками макси, миди, с свободными шортами. Вообще, в принципе, с любым вариантом достаточно незавершенного низа, который хочется как-то завершить. Вот здесь носки и Мэри Джейн – это самое удачное сочетание. Очень женственное, визуально вытягивает ногу, потому что, в принципе, Мэри Джейн, из-за того, что у них есть такая лямочка, они могут ногу укорачивать и немного расширять. А учитывая, что у нас здесь есть для баланса удлиненный носок, все, в принципе, смотрится очень гармонично. Силуэт вытянут, вы смотритесь очень удачно. Следующий тренд в нашем случае – это минималистичные кеды на тонкой подошве. В принципе, это, наверное, один из самых удачных и задержавшихся трендов с точки зрения кроссовок, кедов и так далее, который за последние несколько лет никуда не ушел, точнее, за последние два года, и в этом году он продолжается. Этот тренд очень деликатно и красиво смотрится, даже на мне сегодня я хочу показать, не знаю, видно вам или нет, но вот такие кеды, кеды-кроссовки, я бы сказала, кеды-кроссовка-балетки от бренда Loewe. Это, кстати, испанские прекрасные бренды, огромные истории, очень советую на них обратить внимание. Но такие представлены и в бюджетном ценовом сегменте, и в среднем, и в люксовом, поэтому подборку я покажу на экране. Они очень красивы, в отличие от массивных кроссовок, и не так интрузивно смотрятся с какими-то более женственными луками. Потому что если вы надеваете вот эти вот дат-сникерс, грубые такие, с каким-то женственным платьем, это отдается легка скандинавской эстетикой. А если вы хотите что-то минималистичное, как, например, такой, достаточно сдержанный, скажем так, ну, кроме глубочайшего выреза, лук на мне сегодня, и хотите добавить при этом удобную минималистичную обувь, то вот вам, пожалуйста, такие кеды-кроссовки на пике популярности. Спокойно можно в них, скажем так, инвестировать и носить в ближайшие годы. Следующий тренд в нашем случае это сатиновые балетки. Это могут быть сатиновые балетки Mary Jane с такой переполнечкой, или просто сатиновые балетки. Главный бренд, который задал этот тренд, это Miu Miu, и теперь он есть абсолютно во всех ценовых сегментах, в Mango, в Zara и так далее. Однозначно не самый носибельный вариант обуви на каждый день, потому что такой вариант обуви очень быстро будет стираться, портиться. Но если вы искали необычные какие-то особенные балетки или обувь для того, чтобы завершить ваши какие-то грубые луки, что-то такое необычное по фактуре, потому что здесь атлас чаще всего используется, то есть он блестит, привлекает внимание. Достаточно диковинно выглядит в наряде. Обратите внимание, очень женственно, интересно, и я бы однозначно поэксперсировала с этим трендом, особенно учитывая, что его можно без масштабной потери для кошелька приобрести в бюджетном ценовом сегменте. И последний тренд, о котором мы поговорим, это невероятно длинные ботфорты. Ботфорты, которые как бы подходят к самому немогу и там где-то даже не заканчиваются. Это ботфорты, которые очень удачно будут смотреться как с какими-то сумасшедшими микро-мини-вариантами шортов и юбок, которые очень актуальны в этом сезоне, актуальны сейчас весной и летом в том числе, будут продолжать свою актуальность. Так и с какими-то юбками, например, макси или ниди или платьями, но с высоким вырезом, что позволит видеть, что эти ботфорты заходят выше, чем куда-либо заходил когда-либо ботфорт в истории человечества. Это смотрится очень провокационно, очень красиво, и для прохладной погоды это дополнительный слой кожи, который защищает ваши ноги. Поэтому, если честно, это просто безумно практично. Пишите в комментариях внизу, какой из вариантов трендовой обуви больше подходит для вашего гардероба, а на что вы не решились бы, даже если это можно было бы приобрести в бюджетном ценовом сегменте, и что не является продолжением вашего стиля. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Слава Украине!